Еще одним районом, где в график посевной вмешались дожди, стал Северный. Там техника не выходит в поля уже вторую неделю. Подробности далее. Регулярные дожди не позволяют аграриям выйти в поля. В хозяйстве нашей Родины все замерли в ожидании. Крестьяне в панике. Однолетние растения посеять, возможно, вообще не удастся. Хабек Гаджимурадов отвечает за прополку. Говорит, такой проблемы в районе не было давно. Каждый день дождь льет ночами. Кругом везде лужи. А в поле выехать вообще невозможно. Трактора тонут. Из-за этого полевые работы стоят. И, естественно, от того, что стоят, крестьянин уже не получит своей выгоды в осеннюю уборку. Из-за обильных дождей снова выросли сорняки, которые необходимо уничтожить сейчас, чтобы осенью получить урожай. Земля не успевает просыхать после осадков. Уже середина июня. Еще несколько дней в прополке уже не будет смысла. Добавляет Хабек Гасилович. Выезжал уже, пробную обработку делал. Но везде не проехать. Там есть сырые места, где не проедет, трактор застревает. А часть тепла, влага большая, все растет. Если так будет дальше продолжаться, может, уже и прополка не поможет. Срок уйдет, и уже нельзя будет обрабатывать. С конца мая из-за плохой погоды тракторы практически не выходят в поля. Тонут, буксуют в колеях. Не выполняет сыровой сев. Запланированных 5000 гектар мы кое-как 2800 с небольшим посеяли. Восьмой день стоим из-за погоды. В поле не заехать. Не пашется, не дискуется, не лущится. Начали их им прополку, не травится. Мешает не погода. Если и дальше погода будет капризничать, придется сеять озимые, продолжает Сергей Владимирович. Запланируете посеять, допустим, 1000 гектар, этим перекрыть, 1000 гектар озимых, допустим, рожь или озимая пшеница перекрыть. Или там на зеленый конвейер гектар 500. Ну, все идет к тому, что мы план не выполним. Наряду с этим оптимистичных прогнозов погоды не ждут. Уже выпала двойная норма осадков. В связи с этим землю нужно готовить заранее. Основная задача – это подготовить пар. Не будет пара, и не будет у нас на будущий год ничего. То есть земля должна быть готова. А пока механизаторы не сидят на месте. Готовят технику к сенокосу. Марина Плотникова, Максим Гришаненко. Новости ОТС.